Точка-вопросы затронуты важные, пожалуй, центральные для многих людей, в том числе, для начинающих сотрудников света. Прежде всего, хочу со всей ответственностью информировать вас, в том мире, в котором вы живете, нет обычных людей. Как же так? Возразите вы, мир полон самыми обычными людьми, которые живут в больших или маленьких населенных пунктах. Эти люди думают обычно, говорят обычно, ходят на работу, возвращаются с работы, смотрят телевизор, общаются, живут самой обычной жизнью. Так почему же нет обычных людей в мире, наполненном самыми обычными людьми? Прежде всего, потому, что сам ваш мир необычный, уникальный. Это очень-очень экспериментальный мир, если можно так выразиться. Мир, в который воплощаются только те люди, которые предварительно прошли специальную подготовку до прихода сюда, на эту планету, а точнее, в планетную систему Земля. Даже самый обычный человек в вашем мире обладает очень необычными способностями. И одна из самых главных задач человека в вашем мире — понять, что это, на самом деле, так. Если понимаешь, что ты — человек с необычными способностями, то решаешь главную задачу, ради которой пришел в этот мир. Становишься важным творцом жизни и в следующий раз приходишь в этот мир не столько учеником, сколько учителем, способным творить новую жизнь. Ваш мир — это мир людей, которые только-только начали осознавать свое истинное предназначение. Людей, которые начинают понимать, что они, на самом деле, многомерные творцы, пока относительно немного мала. Но такие люди проявились. Они начинают понимать, что пришли в этот мир не только для того, чтобы родиться, дать потомство, вырастить его, получить блага от мира, а потом — упокоиться. Такие люди, которых мы называем «пробудившимися», поняли, что внутри они действительно подобны Богу-творцу. А это значит, могут творить новую, поистине гармоничную жизнь. Жизнь, которая в корне отличается от той, которая делает людей обычными. А что значит обычный человек? Это, прежде всего, человек, неспособный творить, менять окружающий мир, создавать новую жизнь, стать необычным в обычном мире. Вот задача каждого существа света, приходящего в тот мир, в котором вы живете. Это непросто, это сложно. Но такая задача выполнима. И часть человечества уже успешно справляется с этой задачей, принимая свое истинное, бессмертное, божественное Я, свою многомерность, свое творческое начало. Итак, первое, что следует сделать человеку, мечтающему изменить мир, признать, что он — не обычный человек, а творец, способный изменить мир. Что дальше? Дальше такой человек понимает, что в рамках существующей системы мир изменить нельзя. Это, как игра в шахматы. Вы можете быть в этой игре пешкой, можете быть, конем, королевой или ферзем. Но вы всегда, оставаясь в рамках действующей системы, останетесь фигурой, которую будут двигать чьи-то руки. Руки игрока, ведущего свою партию по своим правилам, которым вы подчиняетесь. Игрок — дуальная система, матрица управления техногенным миром. А это значит, следующая задача человека — сойти с шахматной доски, перестать быть фигурой, которую кто-то двигает. Другими словами, человек призван понять, что им управляет материальная система вашего мира, сложный институт власти и общества, цель которого — играть по устоявшимся правилам и не менять их. Этот мировой институт социум, общество и всю его организацию, с одной стороны, помогает вам выжить в сложных условиях плотной материи в вашем мире. С другой стороны, создает прочные рамки бытия, которые ограничивают духовное развитие человека, его эволюцию как существа света. Человек, готовый к духовному пробуждению, начинает буквально задыхаться в рамках действующей системы, теряя смысл жизни и не понимая, зачем он здесь, зачем живет. Его духовная основа начинает протестовать против основы узкоматериальной. И вот тогда он сходит с шахматной доски, оглядывается вокруг и видит, что жизнь гораздо богаче, гораздо разнообразнее той шахматной игры, в которую он принимал участие. Выход из созданной материальной дуальной системы, только один, путь духовного развития, познание духовных истин. Обращение к внутреннему миру, признание своей истинной, божественной сути. Итак, человек выполнил вторую задачу, начал путь духовного развития, все больше выходя за рамки существующей ограничительной системы. Что дальше? Пора приступать к выполнению третьей задачи. И теперь, об этом следует сказать особо. Наступает очень непростой этап для человека, эволюционирующего в вашем мире. Духовное развитие человека могло и может продолжаться в течение нескольких воплощений. То есть, человек, осознавший свою божественность, необходимость духовного развития, может в течение ряда воплощений выполнять ту самую вторую задачу, не приступая к выполнению третьей. А какова она? Это третья задача. Третья задача. Способствовать духовному развитию своего окружения и других людей. Человек, пробудившийся сам, пробуждает других людей. Тогда он начинает выполнять свою третью задачу как божественного существа света. Человек, пробуждая других людей, получает дополнительные возможности для этого. Он начинает теснее общаться и взаимодействовать со своим Высшим Я, с духовными учителями высших миров. Так он получает все новые и новые знания. Наконец, человек понимает, что новые знания пора применять на практике. Он начинает творить с целью божественного преображения мира, с целью создания новой жизни, которая основана не только на материальных, но и на духовных началах. Переход от духовного саморазвития к творчеству новой жизни также бывает очень непрост. Более того, духовное саморазвитие часто опасно тем, что человек переходит на новый уровень эгоцентричности. Он понимает, что достиг высот, которых не достигли другие люди. Начинает развиваться чувство превосходства над другими людьми, что в итоге приводит к понижению общего уровня духовности человека. И тогда он выполняет роль учителя, на самом деле, не став настоящим учителем. А все дело в том, что человек призван не только пробуждать людей, но и творить новую жизнь. Желание творить новую жизнь должно стать его сакральным желанием, чистым божественным намерением. Иначе получится как в истории, когда человек приходит в заветную комнату желаний с благородной целью исцелить людей, а в результате получает кучу денег. То есть, его сакральным желанием было не исцеление людей, а материальные блага. Не искренностью желания можно обмануть других людей. Бога, свое высшее Я не обманешь. Таким образом, результатом духовного развития человека рано или поздно должно стать сотворение новой жизни, которая включает и световую работу по преобразованию мира, его нынешних институтов. Как только желание творить новую жизнь, преображать мир становится настоящим, сакральным намерением, человек начинает выполнять свою четвертую задачу, задачу Творца новой жизни. При этом духовное развитие человека не останавливается, а наоборот, усиливается, расширяется. Процесс развития становится многообразнее, глубже. Становясь Творцом новой жизни, человек призван приступить к выполнению своей новой задачи, задачи привнесения духовного в материальное. То есть, духовно развитый человек призван реально менять окружающий мир. И это можно делать самыми разными способами, самыми разными путями. Прошу понять, речь здесь идет уже не просто о распространении духовных знаний, не о пробуждении людей, живущих рядом с вами. Вы начинаете менять мир, вооружившись новыми знаниями и инструментами, которые вам предоставляют ваши духовные учителя и наставники. Вы можете работать простым учителем в средней общеобразовательной школе, но при этом передавать не только обычные знания, но и энергоинформацию на тонком плане. Вы можете работать простым врачом, но при этом исполнять обязанности многомерного целителя. Вы можете исцелять человека энергетическими методами, зная о его тонком материальной основе. Вы можете жить в маленьком городе или в небольшой деревне, вообще не работать, потому что вы – пенсионер. Но при этом вы способны совершать путешествия в любые уголки планеты, в ее сакральные места и вместе со своими учителями преображать планетарные структуры или создавать новые. Вы можете работать индивидуально, получая наставления от своих духовных учителей, а можете стать участником коллектива света и творить вместе с другими мастерами света. Поэтому для человека, который отказался от звания обычного человека, не играет большой роли, где он живет. Хотя автор нашего вопроса, Евгения, живет, на самом деле, не в обычном месте, а как раз там, где сотворится новый духовный центр России, необычный город, который станет духовной столицей. И она может, вместе с другими мастерами света, уже сейчас закладывать духовные основы для будущего сотворения Града Духовного. Важно, как человек живет, каковы его сакральные желания, как активно он начал преобразовывать мир. Чем больше активности, чем теснее связь с высшим миром, тем больше творчества. Чем больше частоты в помыслах, тем активнее творчество. Поймите, если вы сейчас, просто как человек обычный, как обычный учитель пойдете в школу и начнете говорить о духовных истинах широкому кругу молодежи, вас не примут. Почему? Потому что семя упадет пока на неподготовленную почву. Но пройдет время, и часть молодежи, которая повзрослеет, уже готова будет выслушать вас при условии, что вы станете не обычным учителем, а учителем-сотрудником света. Сами молодые люди также призваны пройти часть пути, подготовиться к восприятию духовных истин. И тогда у них появляется возможность обрести настоящего учителя и познать духовные истины. Сейчас ваш мир находится в такой ситуации, на такой ступени развития, когда, действительно, невозможно сразу свернуть горы. Это ощущают многие люди, идущие путем духовного развития. Финансовый, экономический, политический кризисы. Развязанные войны. Терроризм. Разожженная межнациональная рознь. Понижение общего уровня гармонии в мире. Все это вызывает сомнения у людей в том, что мир изменится к лучшему. Многими овладевают пессимизм, неверие в правильности общественного и личного пути. Но такое возможно только для обычных людей. Человек, которого одолевают подобные сомнения, остается на уровне выполнения первой задачи. Он идет путем от своей обычности к своей божественности. А это значит, надо такой путь ускорять, применять духовные усилия для более быстрого и эффективного обретения своей божественности, для активации своих духовных начал. Прошу понять раз и навсегда, в ваш мир есть такая же энергоинформационная система, какие существуют во всем мироздании, во всей Вселенной. Да, эта система обладает своими особенностями, развивается по уникальным законам. Но в каждой и каждой системе мироздания действуют законы Бога-Творца. Некоторые из них вам известны, многие, пока не известны. Но один божественный закон универсален. Творческая любовь рождает божественную гармонию. Поэтому, творясь любовью, вы сотворите в итоге, в результате мир божественной гармонии. А для этого вам обязательно знать и другой универсальный закон Бога-Творца. Одна, даже самая малая частица Бога, проявившись в системе, обязательно делает эту систему полностью божественной, то есть живущей по-законом Бога-Творца. Когда человек перестает быть обычным человеком и признает, по-настоящему признает, что он – частица Бога-Творца, он уже помогает системе преображаться. Когда он начинает творить, волны от его творения распространяются еще согласно одному закону. Познавший Бога творит вместе с Богом. А теперь подумайте сердцем и дайте ответ на вопрос, придет ваш мир к божественной гармонии или нет. Если ваш ответ – нет, возвращайтесь к началу и выполняйте свою первую задачу. Потому что другого пути у человека, у всех людей, просто нет. Вы, современные люди, пока, действительно, не можете сдвинуть горы. Но наступит время, когда горы придут к вам. Потому что вы, люди этого мира, обязательно решите все поставленные перед вами задачи. И это воистину так.